Всем привет, любители путешествий! Ну а в этом выпуске мы с вами побываем в различных отелях. От пятизвездочных, крутых, лухари отелей до самых простых и обычных. Побываем в том числе даже в заброшенном отеле. Так что, если вы готовитесь к поездке на Занзибар, досмотрите этот выпуск до конца и принимайте решение, в каком же отеле вам жить. Так что, как всегда, готовьте чаек, ставьте видео сейчас на паузу, жмите пальчик вверх, потому что выпуск достоин. Пальчика вверх, не забывайте подписываться, готовьте чаек и погнали смотреть выпуск. Вкусно? Очень вкусно! Очень, очень вкусно! Добро пожаловать в Занзибар! Занзибар! У нас сейчас утро, начинаются завтраки, у нас, кстати, включены завтраки. Кстати, сегодня один столик поставили, вчера прям длинный был. Видимо, уже все поели, сейчас где-то пол девятого. В таком антураже, красивый, конечно, у нас отельчик, зелененький, крыша офигенная, соломенная. Там у нас, вон, повар, там кухня, в принципе, есть у нас, есть холодильник. Повар, вон, готовит. Сейчас он сделает яичницу, сделает блинчики. Все можно будет покушать. Эээ, лоу-халлоу! И сделает всякие штуки. Что там, вон, у него сковородочка, плита. Сейчас он намутит, здесь вот холодильник, там мы живем, в том номере. Здесь прикольно, мне нравится, конечно, вот как оформлена терраска, всякие ракушки лежат, деревянный столик, там ракушки под стеклом. Ну, красивые, да, и диванчики такие прикольные, пуфики, тоже все такое массивное. Ну, и главное, конечно, это крыша, блин, которая офигеть, какая высокая. Так, ну что, принесли нам еду, значит, вот он блинчик. Куринчик с нутеллкой. Нутеллой можно намазать на столе. Ну, конечно, блин, ребят, здесь даже сосиси, кстати, не дают. Или там колбаски какой-нибудь, то есть мясного ничего нет. Омлет, масло, тост можно сделать, кофеек. Кофеек, кстати, африканский, африкофе. Хороший. Кстати, вот из Африки, если что везти, то кофе здесь крутой. И у меня, ну, мама любит кофе прям в зернах, он прям офигенный, супер. Вот. А, свежевыжатый сок и еще фруктики сейчас принесет. И, в принципе, это весь наш завтрак. Ну, как бы хватает так подкрепиться. Ну, не сказать, что прям шведский стол, да? Ассантисана, ассантисана. Блин, вид мне... Вот пишите, кому нравится. Сань, какой вид? Супер. На миллион вообще. А стоит копейки. В предыдущем выпуске я рассказывал, сколько стоит проживание в отеле. Ну, и... Смотрите, какие тут в округе заборы. Там пятизвездочный отель находится. Здесь высоченный забор плюс под напряжением тоже еще дополнительный забор. Осторожно убьет. Ну, в общем, сюда точно не добраться. Вот, а слева что? Во, шалаш какой-то, трущобы. Кто-то живет, судя по всему. Есть там кто-то? Не, никого нет. Какая-то лавка заброшенная. О, да. Вот такой он антураж. На самом деле, судя по всему, нужно обязательно, чтобы ваши отели охраняли. Потому что и у нас в отеле есть охранник, и в других отелях стоят масаи. И если не будет такой охраны, то и залезть могут. Вот, ну а что? Здесь отельчик такой. Это Рио. Находится на небольшой возвышенности. Такой вид, конечно, красивый. Это, ну, практически... Кендва, да? Наверное, начало Кендвы. Вон тут известный ресторанчик. Забыл, как он нам называется. Сейчас он не работает. Красивейший цвет водички. Еще красивая территория. Растут здесь Франджипани. Практически на Таиланд все похоже. Территория ухоженная. Все подстриженное. Красивенько, красивенько. Сейчас пройдемся к бассейну. Посмотрим, как выглядит здесь бассейн. Территория клевая. В принципе, разрешили поснимать. Но, опять же, разрешили без еды, без проживания. И это не какая-то реклама этого отеля. Поэтому просто походим, побродим. Покажу, как выглядит отель. Ну, красивый. Сейчас прилив. Во время прилива, конечно, Кендва тоже играет. Не знаю, мне кажется, что тебе, Саня, больше нравится? Кендва или Нунгви? Здесь. Здесь лучше? Цвет воды круче? Ну, не знаю. Мне больше, наверное, все-таки на Нунгви цвет воды нравится. Но здесь он какой-то более яркий, что ли. Контрастный пик знает. И там красиво, и здесь красиво. Но здесь, наверное, даже на Кубу может чем-то похоже. На Карибы. Да, карибская какая-то такая вариация. Такая яркая, яркая. Не сильно протяженная, но вот такая яркая. А на Нунгви больше, может быть, на Мальдивы. Там он более протяженная, но не такая насыщенная, не такая яркая картинка. Сюда однозначно стоит приезжать. Нунгви, Кендва. Это супер, супер пляжи. Офигенно. Я не про этот отель, да, честно говорю. Без разницы. Там есть и попроще отельчики. Sunset. Трешки. И на Кендве есть трешки. И на Нунгви есть трешки. И на Кендве есть трешки. Не, конечно, вот эти тайские деревья, франджипани, цветочки франджипани. Прям вот круто. Не знаю, мне они прям создают эту атмосферу. Здесь даже пальм нет, да. Я, знаете, люблю пальмы. Здесь пальм нет, зато куча вот этих франджипани растет. Очень красиво, все так колоритно. Цвет воды не тайский. Цвет воды карибский. Я так скажу. В Таиланде, конечно, не так много островов с таким цветом воды. Ну, что там можно выделить? Куалипе, Кутао. На Самуи, в принципе, тоже есть красивые такие пляжи. Но чтобы прям вот сравнялось с карибами, Таиланду все-таки далековато по цвету. Цвет, а, ну да, еще стоит на самом деле надевать очочки с поляризационным фильтром, чтобы ощутить всю красоту моря. Потому что без очков, без поляризационного эффекта не всегда это супер все выглядит, да. Может быть, вы приедете такие, блин, что Серега нам гонит вообще? Что здесь красивого? Надеваете поляризационный фильтр и все. То есть это не какой-то там фотошоп. Вы просто убираете блики. Все. И картинка становится более яркая такая, более контрастная в солнечную погоду. Поэтому солнечные очки должны быть хорошие у вас. Если вы едете в хорошее место, где красивый цвет воды, это Карибы, это Занзибар. На Занзибаре очень красивое, конечно, море. Точнее, океан очень красивый. Сейчас сходим с вами в бассейн, посмотрим, как выглядит бассейн, насколько он здесь круто. Ну и, кстати, напишите, любите ли вы купаться в бассейне. Я, честно говоря, бассейн не очень понимаю. Но на Занзибаре он будет актуален, если вы живете на восточном побережье. То есть здесь, на Нунге и на Кенгве, в принципе, бассейн нафиг не нужен. Потому что у вас всегда здесь во время приливов, во время отливов все нормально. А вот на восточном побережье он критически важен, потому что там отливы вы купаться не сможете. И бассейн самое то, что вам пригодится. Поэтому на восточном побережье Занзибара берите обязательно отель с бассейном. Пускай там три звезды или еще что-то, бассейн, чтобы был у вас. А на Нунге и Кенгве это не обязательно. Видите, различная акваэробика проходит, бассейн прикольный. С видом как раз на океан, красивая водичка, все супер. Не, конечно, пять звезд это круто. Вот. Ну, круто, что отель практически забит под завязку. Куча людей, шезлонгов практически нет свободных. Все наши, ну, круто, что могут себе наши позволить так отдыхать. Да, с крыши тоже открывается. Я, кстати, удивлен, что в бассейне занимаются акваэробикой так активно. Все прям заполнили, смотрите. Социальная дистанция соблюдается. Но с крыши тоже вид уже, уже бомбический, да? Красотища, конечно. Выглядит все супер, супер. Ребятки, пишите в комментариях ваши впечатления. Многие как бы сейчас что-то как-то после того, как посмотрели приключения мои в прошлом году про Занзибар, да, не очень горят сюда ехать. На самом деле я в тот раз тоже говорил, что если ехать на Занзибар, то нужно ехать именно нунг-викендо. Все, нафиг, больше никуда не выезжать. Пара экскурсий, и вы будете в полном кайфе. Я это подтверждаю. Поэтому я сюда и приехал, то есть некоторые могут сказать, что я что-то приехал опять на Занзибар в прошлом году, ты там, блин, ругался, тебя ограбили, там гопники, вся фигня. Ребят, это было не в туристических местах, то есть нунг-викендо это максимальный топ, это куда вы приедете. В принципе, никаких проблем не будет. Да, нужно там контролировать сдачу, чтобы вам дали, никто вас там не обманул, здесь ничего опасного нет. Фонарик с собой носите, потому что света здесь нет. Ну, на самом деле, кстати, даже по отношению к прошлому году, здесь начали появляться уже фонари, освещение, то есть все как-то развивается, развивается, все лучше и лучше. В этом году даже на Банане он уже летает, я смотрю, но ездит на Банане, парашют, еще что-то. Походу, через несколько лет реально будет Турция. Успейте застать, пока здесь все такое дикое, аутентичное. Пока это не Турция, поэтому приезжайте, приезжайте на Занзибар, есть у вас, думаю, лет пять, лет пять точно еще есть. Так, ну что, здесь в бассейне проходит аэробика, ну и главная фишка, это, конечно, то, что бассейн перетекает, опять же, практически инфинити пул. Ну, полу такой, инфинити пул с крышами, да, то есть инфинити пул, это когда полностью, да, там сливается бассейн с горизонтом, здесь такие все-таки соломенные крыши есть. Но все равно, что, красота, вот сюда, если отойти, красотища. Сейчас надо очки снять и голову намочить, и будет вообще просто бомбисимо, это реально, ребят, бомбисимо. О, кстати, здесь, в отличие от предыдущего отеля, в котором мы были, вода пресная, а там была пятерка, и при этом вода была соленая. Здесь в Рью она пресная, это круто, это считается крутым, когда рядом с морем пресная вода. Папайя, супер Марио, Акуна Матата. Великам, 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 ес, супер, харизматичный продавец, Марио, Марио, на Кенве, Кенва, Кенва, Бэнс. Акуна Матата, супер Марио, великам, Занзиба. Спасибо, 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 а сколько стоит, давай спроси, сколько манго, сколько манго? Манго, 10 шиллинг, 10 шиллинг, так, ананас, 5 долларов, 5 долларов, 5 долларов, окей. Который у нас есть, о, дуриан, 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 оу, так, у нас что, здесь кокосы, кокосы. Акуна Матата, поле поле, Занзиба, добре пожалу, в Россию, Беларуси, Занзиба. Ес, грунт. Акуна Матата, кэм Барокки, великам, Занзиба, Куна Матата. Да, супер Марио, как, супер Марио. Хамач, а, каканат? Коконат, 10 шиллинг, все, 10, 10, 10, 10, 10. Все по 5 долларов у него. Хакуна, шилинг, хакуна, матата, поле поле. Спасибо, спасибо. Super Mario. Super, ты super. Ты super. Yeah, Super Mario, Занзиба, хакуна, матата. Субтитры делал DimaTorzok 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 Шалπилайте Субтитры делал DimaTorzok Круто Essayen Добро DimaTorzok Добро DimaTorzok Ну вкусная, на самом деле вкусная, хорошая. Даже вкуснее, чем вчера. Ну, кажется, вкуснее, чем в Италии, где я ела какая-то другая была эта. Не, кормят норм, вообще кормят норм, цены я вам показал, недорого. Все, кто что-то боятся ехать на Зазибар, говорят, что здесь вкусно, все дорого. Ребят, 7 долларов за кариус такое, 7 долларов за спагетти. Ну, конечно, это, блин, не 100 рублей, да, но, блин, 7 долларов, это что по нынешнему курсу, не знаю, ну, 3. Сколько? Ну, 400 рублей, наверное, где-то, да? 500. Не знаю, ну, короче, норм, на отдыхе 7 долларов за границей, это нормальный ценник за еду. В Таиланде будет и то дороже. Это не Европа даже. Да, ну, в Таиланде плюс-минус так же, как бы вы и поедите, поэтому все как бы адекватно. И причем это не забегаловка какая-то там на улице, это вот море у вас, отель, все шикарно. Так, что здесь продаются винирчики, мы с вами разыграем в выпуске тоже различные призы. Я попозже похожу, какие-нибудь фигурки, магнитики, сумочки. Ну, бусты я не буду, я, то есть, что-нибудь универсальное, то есть, что можно и мужчинам, и женщинам. Ну, прикольные фигурочки, да, различные животные из сафари, масаев, там сумочки с масаями, слоников, зебр, что-то такого плана, да, разыграем. Итак, а призы у нас с вами будут такие, куча различных картин, куча различных картин, магнитики, магнитики. Плюс основные призы это сумки, две сумки, первая сумка, вторая сумка, вот, ну и такие тоже фигурки, магнитики. Мы с вами и на стриме разыграем, и в выпусках. Соответственно, пишите, проявляйте вашу активность, будем все это дело разыгрывать. Вообще, в общем, розыгрыш огромный. Правила какие? Вы должны проявлять, как всегда, активность под всеми выпусками Зензибара. Обязательно под всеми выпусками жать пальчик вверх, написать комментарий, ну, быть обязательно, конечно, подписанным на канал, блог путешественника, кто проявлял активность. Буду выбирать, как и в прошлый раз, победителя. Так, а здесь у нас есть заброшенный отель Diamond. Еще в том году он работал, как раз рядом с кафешкой, тоже Jetty как-то называется, но я так понимаю, что она относится к Diamond. Давайте попробуем прогуляться по этому заброшенному отелю. Вроде охраны сейчас нет, до этого там тут кто-то сидел, сторожил. Ну, видите, поваленные зонтики, шезлонги. Так, а он реально прям заброшенный стал? Ну-ка, давайте прогуляемся. Типа, есть же такой контент, нашли заброшенный отель, заброшки. Ну, блин, реально, слушайте, это даже не то, что он закрыт, а реально что-то с ним случилось. Смотрите, все расфигачено, крыши расфигачены, тут расфигачено. Что это, что это такое? Какие-то фрукты. Смотрите, фонари разваленные. Реально, блин, вот это жесть. А что случилось-то с отелем? Все расфигачено, все разбили, он демонтирован. То есть это не то, что его прикрыли. И у меня подписчики писали, что там с Diamond, посмотри, Серега. А то туры сюда продают. Ребят, не покупайте сюда тур. То есть явно вы здесь вряд ли сможете хорошо отдохнуть. Да, а что, блин, здоровый, крутой, пятизвездочный отель. Что с ним сделали? Давайте посмотрим, честно, мира. Бассейн, смотрите, какой был крутой. Обанкротился, все, пандемия, видимо, о себе дает знать, но больше как бы другие отели-то не закрылись. Так, сейчас давайте зайдем с вами вот в эту пятерку. Эскю называется она. Находится она, получается, с восточной стороны Нунгвии. Ну, то есть далеко. Это даже, наверное, уже можно считать, что и не Нунгвия. Здесь такой огромный холл. То есть это ресепшн, по сути. И вы, в принципе, для себя поймете, нужно ли ездить в пятерки. Или достаточно ездить, как мы, в простую кассу какую-то, в частное жилье, в частный сектор. И жить совсем дешево. Здесь, в общем, стоит проживание 255 долларов в сутки. 255 долларов в сутки. Здесь завтраки, ужины. Да, ну фишка здесь, конечно, это бассейн, который перетекает в океан, сливается, красота. Здесь баобаб такой растет. Ну и плюс то, что я хочу вам показать, я как бы это делаю без какой-то там коллаборации с этим отелем или еще что-то. Это будет объективное мнение, я оценку сейчас вам сделаю. Я бы, честно говоря, здесь не жил, конечно, потому что находится он далеко. Делать здесь вот нечего в этом районе. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Но вообще, конечно, Зазибар, по моему мнению, лучше путешествовать. Лучше эти деньги, которые там вот сюда вбухать, да, там путевку сюда больше 200 тысяч на двоих будет стоить. Лучше эти деньги как-то потратить более разумно на экскурсии, на аренду машины, поездить по разным пляжам и так далее. Да, конечно, бассейн прикольный. С одной стороны перетекает в океан, да, но во время отлива, конечно, здесь дно оголяется. Сейчас как раз отлив самый. Здесь можно походить в кораллках, в коралловых тапочках. Босиком здесь я не советую ходить. На ежей можно напороться, мы уже с вами напарывались. Точнее, не мы, а Саня напоролся вчера на ежа. Отлив придет сейчас уже скоро, начнется здесь все это, вода прибывать. Соответственно, вода прибудет, ну, вот аж до сюда. Вот здесь прикольно вот этот пирс, по нему прогуляться. Красота, красота. Не, ну красивый, что здесь сказать, блин, красивый, цвет воды красивый. Девчонки, вон, фоточки тоже красивенькие делают, можно походить. Опять, если вы будете там бродить, ходить, то лучше в кораллках это делать, потому что ежи, ежи, еще раз ежи здесь. Вах, 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 вах. Не для всех, на самом деле. Вы тоже, представляете, приехали бы в пятерку, отвалили там больше 200 тысяч. И что, купаться нельзя, по сути. Можно купаться только в бассейне. Вот, но здесь, мы уже спросили, есть трансфер бесплатный до Нунгви на нашего пляжа, где мы как раз живем, людей отсюда бесплатно трансфер доставляет. Где-то ехать здесь 15 минут на машине, наверное, полчаса, минут 40 пешком вот идти. Мы сюда шли. Виды, конечно, космические, да, цвет воды, цвет океана шикарный. Субтитры подогнал «Симон»! Да, ну вот он, в принципе, конец этого пирса. Красивые фоточки можно здесь поделать. Цвет океана, конечно, сзади бомбический, круто. Я вот такой сижу, думаю, да, мы вот с вами по трущобам ходили. И вот эти трущобы буквально несколько метров, да, там 100 метров от этого пятизвездочного отеля уже начинаются трущобы. Дичь, жесть. Тут такая красотища. И контраст, конечно, на Занзибаре лютый, просто нереальный. С одной стороны, красота, пальмы, кокосы, нереального цвета, океан, есть крутые отели, блин, все отгрохано, все красивенько, ухоженно. А рядом по соседству у вас просто там трущобы, лачуги. Да здесь все, все это как бы вот под рукой. Вы вышли из пятизвездочного отеля, и вы оказываетесь уже в полном трэше, в полной дичи. Занзибар, конечно, колоритен в этом плане. Ну а под нами черные пятна, это все ежи, видите, ежи, ежи, ежи. Если помните, во Вьетнаме я их ел. Интересно, почему-то здесь не подают ежи? Я не видел, чтобы здесь на Занзибаре готовили ежей. Это просто прям, не знаю, пиршество для вьетнамцев, наверное. В Вьетнаме любят есть ежей, здесь я этого блюда не видел. Да, ну основная фишка этого отеля, конечно, блин, бассейн. Как он называется? Инфинити пул. Вот, инфинити пул, когда перетекает бассейн, видите, перетекает в океан, красивейший, да, такая, как будто сливается картинка, сливается с океаном бассейн, цвет космический там вдали. Ах, сказочка, да? Нет, вот бассейн, однозначно крутой, однозначно очень крутой холл, да, в аутентичном таком стиле. Ну, шикардо у вас, конечно, вот именно здесь поплавать ради бассейна сюда стоит приехать, супер. Ну, пишите в комментариях, как вам такой отельчик, как вам такой бассейн. На самом деле, знаете, думаю, ну вот денек-два посидеть в таком отеле, это, конечно, круто. Но проводить здесь две недели и весь отпуск свой, ну, 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 заскучаешь, конечно. Очень уж он далеко от всех магазинчиков, баров, кафешек. Вечерком здесь не выйти, кроме как посидеть в своем барчике. Ну, каждому свое. Мне интересно услышать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого отеля, по поводу этого вида, по поводу этого бассейна. Зайдем, покупаемся в бассейне. Территория отеля, конечно, крутая. Это Аман, Аман-бич. Выглядит все, конечно, шикарно. Мне не знаю, мне нравятся вот эти соломенные пальмовые крыши. Фиг знает, из чего они, в общем, делают. Пальмовые, не пальмовые. На заднем фоне лазурная водичка. Здесь потрясающий такой бассейн. Шикардос. Конечно, я не всегда понимаю смысл купаться в бассейне, когда у вас есть рядом море, да? Но в текущей ситуации, когда там, ну, у вас есть отлив, хоть на Нунгвии он не ярко выраженный, все-таки бассейн, особенно на восточном побережье, например, обязательно должен быть бассейн. Если вы все-таки попадаете на восточное побережье, хотя я вам крайне рекомендую попадать на восточное побережье, берите обязательно бассейн, потому что хоть там можно будет как-то доискупаться. Вот. Ну, а здесь на Нунгвии не обязательно, конечно, бассейн, но тоже прикольно, что можно вот занырнуть, поплавать. Хотя водичка здесь тоже горячая. У-у-у-у. Кайф. Супер. Сейчас главное окунуться с головой. Блин, он глубокий. Глубоко уходит уже. Давайте окунаемся. Супер. Да, ну этот отель Аман, в принципе, очень часто ноги убирают, ну, как компромисс, вроде как бы и не самый дешевый, и не самый дорогой. И первая береговая, ну, по сути, первая береговая, то есть вы вышли, у вас здесь практически океан, стоит он примерно что-то, по-моему, 160 на двоих, ну, вот на 11 дней, где-то вот средняя его такая цена. Ну, в принципе, оптимально, нормально, можно съездить, но у нас, конечно, вышел вариант побюджетнее, побюджетнее, чем это, прилично побюджетнее. Ну, если вы выбираете отель на Нунгрии, вот это один такой из популярных, очень часто сюда многие приезжают. Да, ребят, лайфхак, кто приехал без денег, ходите по отелям и собирайте бутылки. Ого, смотрите. Итак, это полдоллара, это тоже полдоллара. Считайте, вот здесь, вот возле этой мусорки вы уже собираете доллар, у вас есть доллар в кармане. Итак, давайте сейчас покажу территорию отеля этого Султана. Здесь такая зеленая территория, все круто, классно, и ребят сейчас пригласили показать номер, как у них он выглядит. Вот, мы здесь не живем, просто в гости к подписчикам. Приехали, Лера, Денис, сейчас покажут. Вот, и фишка главная этого отеля, то, что здесь живет ухажер Ивлеевой. Say hello, Настя Ивлеева, Настя Ивлеева, привет, привет. Она бросит Эл-Джея, Эл-Джея и приедет к тебе. Настя Ивлеева ждет. Say hi, Настя, Настя, I waiting you. Настя. Все, ну он там тоже, по-моему, был стеснительный достаточно. Здесь вокруг такие домики, то есть все проживают либо в отдельных домиках, либо в сдвоенных таких. Ну, что, круто. Это четверка, четверка. Вот, Денис, расскажи про ночную жизнь, что у вас здесь с ночной жизнью. У нас романтик, здесь никого нет, тишина, спокойствие. Ну, романтический отдых. Либо пляжный, со своим алкоголем выходишь, да, и у бассейна там, наверное, вот это. Мы просто вот в домиках садимся, карты берем, что-то еще, и сидим, отдыхаем, разговариваем. А у вас там, да, на Нунгой мужички, там движняк, да, классно, весело. Напоминает какой-то вот Таиланд, да, пхи-пхи, вот что-то такое ночное. А здесь романтик, Доминиканова, что-то такое. Посмотри, ну, не убрана. Ага, да ладно, просто чипа. Не разумайся, нас тут убирает, у нас все воплощает. Так, а что, свет давай там, свет или это максимум? Да, такой свет. Ну, понятно. Ну, что, прикольно, разноуровневает такой пол. Ну, круто. Большая кровать, ну, она из двух составит. Ага. Я считаю, для именно Дазанзибара это вполне нормальный отель за адекватные такие деньги. Ну, напомни, сколько стоило оно? 145 тысяч на 11 дней из Ростова на двоих. Все включено. Ну, все включено такое, но не указано, конечно, то оно на софт. Оно реально софт, потому что питание здесь среднее. А подсвечивается здесь всю ночь, или как? Да, ну, дорожку только вот. Ага. Ну, слушай, ну, вот это уже на Таиланд, на Азию какую-то похоже прям, ну... Комбольдер, да? Ну, круто, красиво, да. Не, крутяк. Итак, ну, что, мы у ребят спросим, какую неоценку готовы дать этому отелю. Давайте, рассказывайте, да. Восьмерочку все-таки дадим. 7,5? 7,5. 4,5 ZD, 7,5 нормально. Пойдет. Портит еда. Еда и есть куда стремиться, конечно. Ну, конечно, еда лучше в бараке, правильно? Да, да. Бараке дальше шкафы, дискаунт, присыпаем все. Нет, согласна, да. А здесь, смотри, ну, вот так вот не выйти, как на Нунгви, ничего такого плана не встретить. Рыбу нигде так вот не выкладывают. То есть, если что, мы находимся на Кевенгви, да? Да. Кевенгви, это Кевенгви. Здесь романчик. Здесь чисто тишина, спокойствие, хороший пляж, есть отливы. Но отливы, они колоритные тоже погулять можно. Мортирой, здесь очень много, здесь очень много, здесь очень много, классных цветов. Ну, окей. Ну, отлично, отлично. Ну, Нунгви топ, Нунгви топ. Да, и плюс еще Нунгви, это прям 10 баллов, потому что, мы встретили там Сергея. Я же сделал наш день, реально. Потому что смотрели его блоги в Воронеже, зима была, холодно. Мы смотрели его прекрасные блоги, очень нравилось. И выбрали, в принципе, Занзибар, спасибо тебе. А так бы улетели на Кубу. Вот, поэтому, Сергей, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты снимаешь такие... Ну, отлично, все пальчики вверх, пальчики вверх. Давайте. Прилетайте. Друзья, спасибо за просмотр. И не забывайте оставлять комментарии под видео, а также ставить лайки. Это действительно важно для развития канала. А если вы еще не подписаны, не забывайте это сделать, ведь на канале вы сможете найти множество полезных и увлекательных видео по большому числу интересных стран. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. До следующего выпуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...